Несмотря на это, нервно-эндокринные опухоли, особенности, как я сказала, кроме того, что это редко опухоль, часто метастазы для появления симптомов, но самое главное, большая часть этих опухоли способны экспрессировать нервно-эндокринные маркеры, о которых мы уже сегодня говорили несколько раз. И в связи с этим существует где-то примерно до 20% функционирующих нервно-эндокринные опухоли. Есть даже вообще нервно-эндокринные опухоли, я только сейчас с коллегами, которые слушают, мы только сейчас обсуждали, нервно-эндокринные классификации сложнее. Смешанная нера и нервно-эндокринные опухоли. Как для ПЭТ-КТ диагностики сложны, но вот еще и во всех классификациях тоже достаточно сложная опухоль. Какие продукции биологических активных аминов или пептидов? Это множество всяких. На самом деле, значимые с точки зрения такой клинической значимости, это, конечно, то, что говорил профессор Берштейн, это сертамин с 5-эндокринственной кислоты, сертамин это в крайней 5-эндокринственной кислоты, это уже, так скажем, издержки сертамина в моче и кромогранин А. Крациноидный синдром представляет собой совокупность симптомов, которые возникают в результате массивного освобождения биологически активных инфекций, непосредственно в системной кровотой. Проявления карциноидного синдрома различны. Все абсолютно органы системы могут проявляться с точки зрения карциноидного синдрома, но чаще всего это диарея, переливы, поражение клапанов сердца, реже бронхоспазм и так далее. Что такое скрытый карциноидный синдром? Нет клинических проявлений при наличии первичного опыта или метастаза при повышении только биохимических маркеров. Так называемый биохимический карциноидный синдром, который проявляется только в повышении биомаркеров в крови. Где-то примерно около 80% с нейроэндокринными опухолями имеют повышенный уровень салитамина в крови и только у 8% от 18% отмечены наличие карциноидного синдрома. То есть повышение маркеров еще не говорит о том, что есть карциноидный синдром с точки зрения проявления клиники. Ну, я очень коротко, наверное, я думаю, что для всех аудитории, кто нас слушает, в принципе, наверное, слайд будут загружены. И те, кто включены, про самые активные с точки зрения маркеры нейроэндокринной опухоли, биологически активные вещества, это хромограмин А. Он влияется в плазме крови, ранний маркерокринциноидный опухоли. Хромограмин А используется, может использоваться для монетарирования энергетического ответа. И необходимо учитывать, что другие состояния могут вызвать увеличение содержания хромограмин А и приводить к положительным результатам. Самое главное, нужно сказать, что базальный уровень хромограмин А выше границы нормы прибыли к снижению общей выживаемости больных нейроэндокринной опухоли. Поэтому, в общем-то, наверное, из всего массива, о котором мы говорим, возможно, проявление опухоли у каких-либо биологически активных веществ, если мы их находим в крови, то, в общем-то, по большому счету, два, от которых зависит выживаемость больных нейроэндокринной опухоли. Например, хромограмин А, вы видите эту зависимость, ну и чуть позже хромограмин. Кроме того, как я уже сказала, кроме прогностического значения хромограмина А имеет еще и предиктивное значение, потому что он прямо коррелирует с ответом на лечение. И, в общем-то, как я уже сказала, является как прогностическим, так и предиктивным маркером. Селитонин появляется в плазме и в крови. Обычная гиперпродукция может появляться в признаках карсеноидного синдрома. Благодаря ему развиваются фиброз эндокарда и клапана. Опять-таки трехселитологские кислоты, мочи – это продукт распада селитонина. И, в общем-то, тоже является одним из прогностических признаков для пациентов с нейроэндокринной опухоли. Потому что аспекты исследования показали о том, что чем выше уровень 5-эндокринной кислоты, гидроксиэндокринной кислоты, мочи – тем меньше показатели выживаемости, медиальной выживаемости этих пациентов. А те больные, которые, например, с нейроэндокринной опухоли и средней кишки, с более низким уровнем, они лучшие показатели имеют, чем те больные, которые, например, имеют большие показатели значения эндокринной кислоты. Ну, как я уже сказала, симптомы абсолютно разные. С различных органов и системы. И, в принципе, вот это разнообразие симптомов, симптомов, они могут взять дифференциальную диагностику. В связи с этим, чьи причину, эти пациенты поздно не приходят. Они ходят по всем специалистам, они ходят гастроэнтерологам, гинекологам, неврологам, дерматологам. И только уже в апогее своего заболевания, когда кто-то догадывается или сделать обследование, посмотреть, нет ли где-то опухоли находит, опухоли подженочной железы, предположим, или определить все-таки маркеры, как хромогранин и сертамин. Я не буду останавливаться на этих всех показателей. Наверное, не так давно мы все узнали о развитии форсиноидной болезни сердца. На самом деле проявляется она только биохимическим маркером. И от того, что хромогранин и сертамин являются повышенным в крови, но при этом нет никаких симптомов, говорит о том, что эти пациенты должны получать профилактические аналоги самоксатина. Почему? Потому что у них постепенно, хронически возникает развитие форсиноидной болезни сердца, что является, в общем-то, причиной смерти. И вот это длительное наблюдение за такими пациентами показало, что на сегодняшний день алгоритмом в алгоритм введен профилактическое использование аналогов самоксатина для профилактики форсиноидной болезни сердца. Ну, клинические проявления абсолютно не патагмоничны. Они совершенно похожи на поражение сердца, миокарда, с объективными данными сердечной недостаточности. И, в общем-то, для такого пациента обычно обследуют и лечат гематологи. Ой, кардиологи. Ну, вот такой пациент, 77 лет, 45 лет он отмечает появление артериальной гипертензии. В общем-то, в молодом возрасте редкие приступы стенокардии, в которых подперёж в приёме методоцелина. В седьмом году у него бутылочек и пузыря. По поводу рака ночевого пузыря и сопутствующие гипертонические болезни, пригост, рост и кишки, рефклус инкабагита, аутоимонные тиреидиты, клинические гипотириозы и всякие-всякие-всякие заболевания в 77 года. По поводу изжоги в 18-м году, в начале года, он обратился к гастроэнтерологу, и при неглубокой пальпации у него возник пароксизм гипертонии в предсермии, в связи с чем произведена экстренная гестабилизация в стационархо-диологического профита. Его восстановили синусовую ритру с помощью дефибрилляции, и при выполнении через пищеводный ЭКГ определили, что есть расширение правых отделов сердца, максимальная трикоскедальная реформитация и уплотнение пульмонального канала. Мы сделали коронарографию, определили всевозможные стенозы, как вы видите, и было написано, необходимо АПШ плюс протезирование трикоскедального клапана. Однако перед этим больного обследованы, и определили, что есть большое образование в корне брыжейки тонкой кишки с четким контуром, размером 13 на 5, почти на 10 сантиметров, пролежит в горизонтальной части 12 персенной кишки, идеальными отделами пучковидного относка пожелудочной железы, и, возможно, на базе брыжейчной век. Ну, вот такое вот это образование, вы видите, вот оно достаточно большое. Больной обратился к кардиологу, ему ответили, что в связи с наличием объемного образования вишенополости, наличием мочевого пузыря в анализе, рекомендованное лечение у онколога. Данных за экстремное проведение и протезирование трикоскедального клапана в данный момент нет. Больной пришел к онкологу, повторилось то же самое, ему тоже все-таки пропортировали живот, опять в процессе трикоскедальной аппетенте, опять в повторной экстремной рецептализации в пазлодичный стационар, опять дофабиляция. С чего начать лечение? Онкологи говорят, мы только дотронемся, у пациента будет нарушение сердечного ритма, а кардиологи говорят, мы не будем делать, потому что у него достаточно серьезная опухоль, и мы, в общем-то, не будем производить никаких мероприятий. Верификации диагноза не было. Но при обращении к нам, мы выяснили, что в течение последних трех лет у него был жар, чувство жара, прилива, покраснение кожи рук и лица, потому что биопсию сделать опухоль было невозможно, мы посмотрели биохимические маркеры и определили повышение как 5-гидроксидорусной кислоты, серотолина и хромогролина. Сделали мы ПЭТ-КТ, ну вот на тот момент в ДОП и определили объемное образование корней в ржевке, только кишки достаточно большое, ну и вторичное поражение всех каких возможных пропиэлематических вызов. Вот это и ПЭТ-КТ. Ну и решение консильному все-таки, что учитывая тяжелую сердечную патологию, независимо от того, что на сегодняшний день нет никакой верификации диагноза нести объемное образование, и мы назначили аналог сама статина, он начал терапию, и в общем-то спокойно, несмотря на размеры, то есть это не размер, когда пальпировали, по всей вероятности происходил выброс хромогранина и серотонина, который давал эту клинику. На фоне леотида мы удалось, размеры передом не уменьшились, но при этом удалось снизить активность опухоли, выполнено было через 3 месяца опухоларное шинтирование, не профизирование в Израиле, хирургическое лечение, например, без осложнений, мы потом уже произвели диагностическую лакроскопию, биопсию линфузнов, и в общем-то определили гистологически, что это высокодифференцированная нейроэндокринная опухоль. Ну и в общем-то диагноз у него понятно был сформирован как нейроэндокринная опухоль. Я не буду останавливаться на том, что эти пациенты, которые имеют процинозный синдром как биохимический, так и проявляющий клинический, должны получать аналоги самодостатина. На сегодняшний день их зарегистрировано Российской Федерацией несколько, это сам самодостатин, актериатит как короткая форма, как актериатит лонг, самодолин алтожей, ломиатит, и пасиатит, который, в общем-то, используется в лучшем синдроме Центра Кушинка, но он у нас зарегистрирован. Но наиболее, наверное, который мы более часто сейчас используем, это актериатит короткая форма начальная для того, чтобы перейти к актериатиту лонга, и самодолин алтожей. Ну, я не буду останавливаться на этих исследованиях, потому что времени очень много, немного рекомендации на 2018-го года, это использование этих препаратов, как бы, как я бы говорила, на уровне еще с интерфероном Альфа, если есть негативность по иммуногистохимии, по ПКТ, негативность рецепторов к самодостатину, можно использовать интерферон. И в зависимости от того, если, в общем-то, здесь поджелудочная железа, кишечник, то же самое, актериатит в альфеатит, там чаще всегда рецепторы самодостатинов бывают положительные. Есть еще проблема преодоления тахиофилоксии, это привыкание к аналогам самодостатина. Считается, что если больной длительно использует, то у нас может состоять больше тысячи пациентов на сегодняшний день. И, кстати, мы, Олег Михайлович, делаем хромограмин, серотамин и 5-эндонусусную гислоту в рамках УМЭС, диспансерия делается. Мы года три назад уже выбили этот тариф, и поэтому, если такие есть больные и выдают им направления, то у нас можно делать бесплатно этот анализ на все три показателя. Как можно преодолевать привыкание к аналогам самодостатина? Это можно подхожную вводить сначала маленькие дозы, есть в нем переходить с Лондона маленькие дозы, можно делать больше перерыв между внутримышленным введением аккреатита ЛАР. Можно увеличивать дозу аккреатита и знать, что некоторые больные получают до 40-60. Можно глубоко подхожно вводить самоктулин, то есть создавать ДПО и медленно, чтобы этот ПЦ, Ольпо-ПЦ всасывался в самоктулин. Я знаю, мне осталось 40 секунд. Возможно уменьшение интервала введения самоктулина. Ну и, в общем-то, дозы корректируются индивидуально. Вот, кстати, новый препарат или старт, который сейчас проходит исследование, скоро, по всей вероятности, будет зарегистрировано в Российской Федерации, потому что уже исследования оказались положительными. Парценоидный синдром имеет принципиальное значение для выявления вообще меры эндокринных опты и, конечно же, должен междициплинарно рассматриваться при взаимодействии врачей различной специализации. Парценоидный синдром показатель выживаемости более снижается после первого приступа карценоидного криза. Пятилетний выживаемость составляет 21%, а медиа выживаемости с 8 месяцев. Снижение показателей выживаемости связано с повышением продуктов биологических активных веществ, в частности, это сертонин или его метаболита 5-гидроксидококсистой кислоты или хромогамина. И назначение аналогов саностатина является обязательным в пациноидном синдроме как с лечебной, так и с профилактической целью, особенно для исключения развития пациноидного сердца, который развивается при длительном лечении у больных нервных и у 60% пациентов. Спасибо. 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 .